МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Стамбуле прогремел взрыв. По предварительным данным, есть пострадавшие СМИ, сообщают о пятерых раненых и утверждают, что один из них находится в критическом состоянии. Взрыв произошел возле полицейского участка в районе Щириневлер-Янебосна. Это недалеко от международного аэропорта имени Ататюрка. По предварительным данным, в воздух взлетел заминированный автомобиль. Сейчас на место происшествия прибыли машины скорой помощи и полиции. Улицы в этом районе оцеплены. На месте взрыва работают специалисты взрывотехники. Сотрудникам полиции предстоит установить, кто заложил взрывчатку в автомобиль возле полицейского участка. Свидетели рассказали, что слышали не только взрыв, но и выстрелы. Сейчас полицейские опрашивают очевидцев. Высший земельный суд Дюссельдорфа вынес приговор члену ИГИЛ. Полное имя мужчины не называют. Своё лицо во время оглашения приговора он закрыл папкой. Известно только, что его зовут Керимом, и что на момент нарушения закона он был ещё несовершеннолетним. Обвиняемый признал, что действительно был в Сирии и прошёл военную подготовку. Но отрицает непосредственное участие в боевых действиях. Суд ему не поверил. Судья согласился с обвинителем и признал, что обвиняемый воевал на стороне исламистов. По данным следствия, Керим в марте 2013 года отправился из Германии в Сирию, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне исламского государства. Он прошёл военную подготовку, воевал, был ранен и вернулся обратно в ФРГ. И уже здесь пытался вербовать для ИГИЛ новых сторонников. Согласно решению суда, исламист проведёт за решёткой 6 лет и 9 месяцев. 1258 нелегальных мигрантов спас у берегов Ливии корабль испанской береговой охраны «Рио Сигура». Среди спасённых 968 мужчин, 232 ребёнка и 58 женщин. На одной из лодок была беременная на большом сроке. Женщину сразу же отправили в Рим для оказания медицинской помощи, поскольку её жизнь была в опасности. Ещё одному мигранту оказали медицинскую помощь на месте. У него обнаружили перелом плечевой кости. Испанская береговая охрана подоспела практически в последний момент, когда одно судно уже почти ушло на дно. Но экипажу «Рио Сигура» удалось всех спасти. Правда, спасателям пришлось вызвать подкрепление. У них на борту места для иммигрантов со всех 11 лодок не хватило. Это самая крупная спасательная операция, проведённая испанской полицией. Операция прошла в рамках программы агентства «Фронтекс» по спасению мигрантов в Средиземном море под названием «Тритон». Евросоюз создал новую службу для борьбы с нелегалами. Первая миссия Европейской службы пограничной и береговой охраны приступила к работе на контрольно-пропускном пункте на границе Болгарии и Турции. На церемонии открытия миссии присутствовал еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамополос. Начало работы этой службы означает, что Европа эффективно борется с нелегальной миграцией и вызовами в безопасности своих границ. ЕСПБО – первая в истории ЕС наднациональная спецслужба, имеющая в своём распоряжении собственный оперативный персонал полицейских пограничников, которых Евросоюз может размещать на внешних границах сообщества для усиления их охраны. Кроме того, агентство получит право оказывать помощь пограничникам соседних с Евросоюзом государств. В составе миссии будут нести службу более полутора тысяч человек – полицейские офицеры, переводчики, эксперты и офицеры связи. Они являются гражданами разных европейских стран – Германии, Болгарии, Нидерландов, Испании, Италии, Польши и Финляндии. Миссия имеет в своём распоряжении более 50 патрульных внедорожников, тепловизоры и беспилотные летающие аппараты. Бюджет новой службы к 2020 году составит 320 миллионов евро. Идея создания новой европейской службы на базе существующего агентства ЕС по контролю границ «Фронтекс» была выдвинута Еврокомиссией. Ведомство озвучило её после того, как в прошлом году в ЕС прибыли почти 2 миллиона нелегальных мигрантов. Федеральный канцлер Ангела Меркель подтвердила, что в ближайшее время в Германии можно ожидать снижения налогов. По словам канцлера, в 2017-2018 годах, благодаря введению новых налоговых льгот, граждане смогут сэкономить в целом 6,3 миллиона евро. Экономика Германии находится в хорошей форме. Именно поэтому мы можем позволить себе изменения в налоговом законодательстве. Ситуация, конечно, может измениться, но пока, согласно всем расчётам, Германия вполне может позволить себе снизить налоги. Впервые о возможном снижении налогов заговорили в начале сентября. Тогда планы правительства озвучил министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле. Но он говорил о гораздо большей сумме. По его словам, Германия может сократить налоговые сборы примерно на 15 миллиардов евро. По оценке немецкого экономического института IFO, на конец этого года положительное сальдо по текущим счетам платёжного баланса в Германии может достичь 278 миллиардов евро. Тогда Германия обгонит Китай, который сейчас занимает по этому показателю первое место в мире. Экономика Германии вырастет больше, чем ожидали. Прогноз по росту валового внутреннего продукта в 2016 году увеличен с 1,7% до 1,9%. Это самый большой показатель роста за последние пять лет. Об этом сообщил сегодня президент Федерального союза германской промышленности Ульрих Грилла. Немецкая экономика продолжает свой рост. Дополнительные рабочие места и значительное повышение уровня зарплат гарантируют, что потребительский климат в стране остаётся на очень высоком уровне. Президент Федерального союза германской промышленности призвал федеральное правительство выделить давно обещанные инвестиции на муниципальные программы на ремонт школ, железнодорожных путей, автомагистралей. Все муниципальные сферы переживают серьёзные трудности. Положение драматическое. Например, если мы говорим о широкополосном доступе к интернету, мы позади многих стран. Так Южная Корея уже разрабатывает требования для интернета будущего, 5G. В Германии сейчас скорость два раза ниже, чем там. Также Грилла призвал к оперативным действиям по интеграции беженцев в германскую экономику. Кроме того, президент Федерального союза германской промышленности выступил за незамедлительное заключение соглашения о свободной торговле между ЕС и Канадой и ЕС и США. По его мнению, эти соглашения приведут к значительному увеличению количества рабочих мест и росту экономики в целом. Напомним, большинство жителей Германии выступают против этих договорённостей. Страсти в Европарламенте. Один из депутатов от Великобритании, член партии независимости Соединённого Королевства Стивен Вулф, выпал из окна здания. Его госпитализировали с тяжёлым кровоизлиянием в мозг. Относительно причин падения существуют две версии. Партия независимости Соединённого Королевства, в которой состоит Вулф, говорит, что инцидент произошёл после заседания, на котором он повздорил с однопартийцами. Британский телеканал Sky News сообщает, что во время ссоры Вулф и коллега-депутат вышли из комнаты. Вулфа ударили по лицу, после чего он покачнулся, стукнулся о железную перекладину и выпал из окна. Изначально врачи беспокоились о жизни депутата, но через несколько часов после госпитализации ему стало лучше. Вулф написал в Твиттере, что чувствует себя хорошо, но левая половина его лица остаётся нечувствительной. Пресс-секретарь Европейского парламента заявил, что следователи занимаются расследованием этого дела и выясняют причины падения. Стивен Вулф – известный британский политик. Кресло депутата Европарламента он занимает с 2014 года. Вулф – один из главных претендентов на пост главы партии независимости Соединённого Королевства. Накануне пост лидера партии покинула Дайан Джеймс. Она продержалась на этой должности всего 18 дней. Временным лидером партии назначили её бывшего руководителя Найджела Фараджа, но он продолжает искать себе преемника. Лидера палестинской автономии Махмуда Аббаса госпитализировали. В больницу он прошёл кардиологическое обследование. Накануне Махмуд Аббас пожаловался на плохое самочувствие и усталость сразу после возвращения из Иордании, где политик находился с официальным визитом. «Мы провели обычное обследование, а также катетеризацию сердца. Все результаты в норме. Махмуд Аббас покинет госпиталь в ближайшие часы». Катетеризация – это процедура, во время которой в артерию или вену вводят тонкую пластиковую трубочку. Она достигает сердца и позволяет выяснить, не закупорены ли подходящие к нему сосуды. О том, что у 81-летнего политика больное сердце, поговаривают давно. Однако официального подтверждения этой информации не было. Махмуд Аббас стал президентом палестинской автономии в 2005 году после смерти легендарного лидера этого государственного образования Ясера Арафата. При поддержке Запада Аббас проводил мирные переговоры с Израилем, которые, однако, были сорваны в 2014 году. Ракета «Нью Шепард» прошла очередное испытание. Компания «Блю Ориджин», основатель интернет-гиганта «Амазон» Джеффа Безоса, на полигоне в штате Техас успешно испытала систему аварийного спасения экипажей пассажиров. По легенде, во время запуска произошла нештатная ситуация. Капсула, в которой должны находиться люди, экстренно отделилась от одноступенчатой ракеты при помощи вспомогательных двигателей. Парашюты раскрылись, и аппарат опустился на землю. После теста «Нью Шепард» вертикально приземлилась в заданной точке. «Блю Ориджин» — первая компания, успешно осуществившая этот маневр. Сейчас на ее счету четыре повторных запуска одной и той же ракеты. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте «Нового времени» m-z.tv и на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова